Сегодня я гуляю по городу Нарофоминску. Это город боевой славы. Ну и вот одна из площадей, центральная площадь с такими фонтанами. Красивые тюльпаны очень. И вот впереди вы видите стелу, где это символ семейного счастья, благополучия. Я потом зайду спереди и покажу. Но кто со мной, тот уже видел эту стелу, я ей уже показывала неоднократно. Вот такая красота здесь. Очень много тюльпанов разноцветных и фонтан прекрасный вот такой. Такая еще кумба вот есть. Субтитры сделал DimaTorzok Тот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь вот есть памятник Жукову Георгию Константиновичу, вот такой памятник. Это маршал Советского Союза, почетный гражданин города Нарофоминска. Здесь, видимо, здание какой-то администрации. И перед зданием вот такая красота. Да, скорее всего, какая-то администрация с флагами. Сейчас я иду в кафе Компот. Написано быстро и вкусно. Там я снимать не буду, потом все вам расскажу. Я взяла такой перекус себе. Котлетку, куриный рис, чесночную пампушку и жульену вот с такой тарталетки. Я взяла большой объем кофе. Капучино играет музыку. Так что сейчас я перекушу и пойду дальше гулять по городу. Ну вот я вышла уже из кафе. Хочу сказать, конечно, я не впечатлена этим комфортом. Как вы видели, в моем меню я взяла рис с куриной котлетой. Так вот рис, такое впечатление, что он вообще не вареный, а просто залитый кипятком. Абсолютно сырой. Есть его, конечно, невозможно. Ну, котлета суховатая. Ну, курица, она всегда, в принципе, суховатая. Поэтому котлете по пятибалльной шкале троечка с натяжкой. Рису вообще ноль. Вот. Жульен, который был в корзиночке, это, конечно же, не жульен. Там попались кусочки курицы небольшие. Картошка, не знаю, была или нет, я не почувствовала. Вот. И засыпано все это сыром. Естественно, через микроволновку, скорее всего, пропущено. Вот. Но в сладкой корзиночке это совершенно никак не сочетается. По меню, что мне понравилось, это кофе. Кофе действительно вкусный. Вот. Недаром, не зря я взяла объем 400 миллилитров. Вот. Кофе сварен был прямо на моих глазах. Ну, конечно, он не прям ах и ох, но вкусный действительно. А, булочка, которая еще была якобы чесночная, булочка мягкая, но чеснока я там тоже не почувствовала. Видимо, что-то было смазано сверху. Вот. Но, в общем, завтрак меня не впечатлил. Вот. То есть рис сырой, булочка просто булочка. Ну, только что мягкая, конечно, свеженькая. Жульен – это жалкое подобие вообще. И даже двойки не заслуживает. Ну, и пятерка по пятибалльной моей шкале – это заслужил кофе у меня. Кофе вкусный. Вот. Так что, не знаю, может быть, другие блюда как-то у них более комфортные и более вкусные. Я пока там сидела, не стала уж там рассказывать ничего, потому что народ, в принципе, сидит в кафешке. Вот. И я обратила внимание так краем глаза, что многие берут просто блинчики. Там у них блинчики есть с творогом, с мясом. А с чем еще, не знаю, может быть, сладкие. Вот. Так что многие берут блинчики. Может быть, и мне следовало взять блинчики с кофе. Ну, вот я захотела котлетку куриную с рисом. Вот. Ну, а теперь я двигаюсь дальше. И покажу, что еще впереди я увижу интересного. По дороге нам встречается вот такой памятник. Я, к сожалению, далеко не вижу и не могу сказать, что за памятник и кому он посвящен. Солнце светит прямо глаза мне. Все отсвечивает. Памятник стоит на круговом движении. Куда идет дорога. Уже вроде бы как на окраину города. А я двигаюсь вперед. Вот на ручку куриную. Там есть парк. Парк Воровского называется. Очень красивый. Мы уже с детьми с ним гуляли. Так что двигаюсь я к нему. Хочу показать вот на другой стороне еще. Вот такое здание. Видимо, реконструкция длинная. Очень здание. Закрыто баннером. И за забором. Вот это идет, видимо, реконструкция. Что за здание, не знаю. Край этого здания. И нам открывается вот такое здание. Смотрите, тут еще даже Ленин. Мы наш новый мир построим. Плакат такой прямо в стене. Выложен камешками. Вот тут собака меня облавила. Вот такое здание. Очень старое. Видно, что древнее прямо. Какого года, конечно, я сейчас не знаю. Но, видимо, со времен Советского Союза. Сейчас попробую подойти поближе. Посмотреть. Может быть, что-то увижу где-то. Если собака меня, конечно, это не съест. Причем это здание продолжается. Я так думаю, что это какая-то фабрика, завод. Там вот, видимо, пивоварня. Да, пивоварня вот в этом здании. Ну и вот я увидела табличку. Сейчас я подойду поближе и прочитаю. Одна из табличек гласит. Здесь стояли насмерть партизаны и бойцы Нарафаминского истребительного батальона с 22 октября по 26 декабря. Вот такая табличка памятная. И вторая табличка гласит Вознаменование 150-летия Нарафаминского шелкового комбината 1840-1990 года. Представляете, это здание с 1840 года. Это шелковый комбинат. Здание, конечно, впечатляет. Разрушается, к сожалению, тоже. Стекла, вот видите, на каком этаже раз, два, три, четыре, на четвертом этаже стекол уже нету. Ну и вот я дошла до центрального парка. Центральный парк называется Парк Воровского. Сейчас мы в него войдем. Здесь очень-очень интересно. Парк большой. Цветочки. Тут есть тарзанки, по которым можно полазить. Вот они впереди, вы видите, вот. Я бы с удовольствием сама полазила, несмотря на свой возраст и то, что я женщина. Ну, что увижу интересного, то вам покажу. Вот забыла показать. Охрана, батуты, площадь для мероприятий. Есть сцена, амфитеатр, тренажеры, детский городок, белое кафе, туалет, комната матери и ребенка. Даже есть скульптура лоси, козы, зеребенок, тротуары, свадебная беседка, скульптура лебеди, танцевальная площадка, баскетбольная беседка для отдыха, площадка для выгула собак и остановки. Даже есть культурно-спортивный комплекс на аэробассейн. Вот такая схема. Сейчас я ее постараюсь обойти всю. Для деток можно сделать любой транспорт, чтобы детки покатались. Машины, мотоциклы. Вот в этом здании продается квас мороженое, но оно сейчас, к сожалению, закрыто. А вот батуты здесь есть. И вот эта тарзанка, как я говорила. Ну, не знаю, тарзанкой полазить можно. Парк очень красивый. Вот одна из скульптур лоси. Там козочка вдалеке играет музыка, поют птички. Еще очередная скульптура. Вдалеке вот беседка. Очень красивый мостик. Сцена, амфитеатр здесь. Ну, а в этом вагончике, или как это называется, видимо, продаются билеты, когда идет что-то здесь. Здесь вот есть кафе, и все-таки в этом вагончике продается всякая вкусняшка. Мороженое, видимо, сладкая вата. И вот здание оранжевое вдалеке – это и есть бассейн. Сцена очень красиво оформлена. «Лето в Подмосковье», «Парки в Подмосковье» написано. И это является центральным парком на Рафа-Минске. Вдалеке мы идем на скульптуру. Сейчас посмотрим, что за скульптура. Я поднялась на трибуну. Такой прекрасный вид сверху открывается. Как можно видеть отсюда, это небольшой какой-то прудик. К сожалению, весь грязный. И на прудике, то, что я скульптурой говорила, сидит девушка и парень. Жалко, очень прудик заиленный и заброшенный. Может быть, его реставрируют. И с этой же смотровой площадки открывается футбольное поле. Вот это трибуны. И большое футбольное поле. И за футбольным полем уже дорога. Прекрасные скульптуры. Но, повторяю еще раз, прудик заброшенный, заиленный. Поэтому смотрится немножко удручающе. Как вы можете слышать, пение соловья завораживает. Здесь вот есть три стола для тенниса, видимо. Впереди площадка для скейтбордистов. Ребята вот катаются на самокатах. Здорово. Во всем парке оборудованы скамейки. И здесь вот выход из парка в город. Сосна красивая. Небо очень голубое. Вековые просто деревья здесь. Дырки в кастрюлях. Кдаю. Увучай. Кдаю. Увучай. Дырки. Кдаю. Дырки. Дырки. Субтитры сделал DimaTorzok На территории парка также находится клуб спортивной борьбы ЦСКА Это гостиница спортивная Очень тоже красиво все оформлено Если покрасить коричневый цвет, будет как живой Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры То есть можно подойти, взять книжку, почитать, сесть Добавил субтитры 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 памятник воину победителю парк воровского 6 осуществляет центральная спортивная школа такой памятник прям на фоне этой спортивной школы вот и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok С улиц города я переместилась в торговый центр. Сейчас немножко погуляю, выпью кофе и буду двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok